здравия желаю на выбран средовые ветераны маршала наследие штаб игрового спецназа смены связист иван создатель и мы продолжаем заполнить журнал отчета по делу бесконечного лета концовки с ювау или же юлей у нас как вы помните закончилась предыдущая серия на том что мы пошли с ульяной алисой на пляж конечно алиса нам чуть опять очередную подставу не устроила вот и сейчас мы и попутно с этим перед этим у нас возникла такая проблема у нас пропал шурик как обычно и у нас сейчас начинается активный этап всяких выборов которые приведут концовки с юлей давайте продолжим меньше болтать больше делать как будто больше есть нечего я посмотрел на алису похоже ульянкина забава с бедным членистым ноги меня совсем не интересовали хоть ты и скажи а что такого он же рак так ему и надо кажется эти девочки прогуливали уроки при родовидении в начальных классах бережное отношение к окружающей среде им было чуждо отдай я выхватил раку ульянки то ради бога меня немного удивило то что она не стала сопротивляться я посмотрел в глаза бедному чем животному они совершенно ничего не выражали но дома если бы он умел разговаривать обязательно возмутился бы возможно даже сосался бы на конвенцию о на правах человека правда не уверен что это помогло уж это бы помогло я отнес рака к реке и отпустил на волю ничего еще наловлю кто-то много сказал ульянка кто бы сомневался промотал и промотал и все поднос время шло незаметно меня разморило я задремал не помню что мне снилось если снилось вообще на проснулся то что кто-то тряс меня за плечо надо мной стояла ольга дмитриевна да но разрабы конечно молодцы такие купальники делать хотя не просто дизайн такой интересненький у лифчика надо мной стояла ольга дмитриевна вообще в одном мои в одной модификации где там по сюжету ольгу дмитриевну какие-то бесы что ли вселились она вообще будет чуть ли не все время в этом купальнике шарахаться в домике надо мной стояла ольга дмитриевна тоже поплавать пришли спросила спросонья нет уже обед скоро мы шарика все еще не можем найти сказал вожатый стоящий передо мной в мокром купальнике и хочу что ты поискал его а что кроме меня в лагере больше пионеров нет я искренне возмутился с каждым разом становилось все понятнее что ольга дмитриевна держит меня на база посыльного с функциями раба или наоборот раз пришла к тебе значит хочу чтоб ты мне помог почему именно ко мне однако подумав решил согласиться конца концов плечи и вся спина сильно обгорели за на солнце во время сна поиски шурика возможно позволит получше познакомиться с теми местами лагеря где бывать мне еще не доводилось ладно лавках и тени камельфо поэтому сначала надо было переодеться и вот спустя 10 минут и стал на пороге домика ольги дмитриевны думал куда пойти так ну пойдем сначала в лес конечно было понятно что ольга дмитриевна с пионерами уже осмотрела весь лагерь можно сказать прочесала вдоль и поперек поэтому искать шурика например столовой или на пляже было глупо тем более в кружке кибернетики там было было его второй дом а может быть даже и первый поэтому стоило смотреть окрестный лес естественно далеко заходить мои планы не входило иначе бы пришлось бы искать и меня вообще я в своей жизни так не так уж часто бывал на природе разве что в детстве юношестве ездил на дачу каждое лето которая к тому же была рядом с городом а в этом лагере в этом мире можно найти все что так давно не видел кроме что на зелень пени птицы свежий воздух немного пониже чтобы было мне поведение таймер и вышел на лесную полянку и сел на пенек как же здесь спокойно и куда только этот шурика запропастился хотя с другой стороны он мог исчезнуть и не по своей воле сам этот лагерь далеко от нормальности так что ничего удивительного что здесь пропадают пионеры интересно сколько то интересно только всему виной та сила которая забросила мне сюда или вмешалась какая-то мистичку мистичковая чертовщина погруженный в свои мысли не заметил как трава передо мной и что начала шевелиться я присмотрелся внимательно увидел белку она осторожно подобралась ко мне уставилась на мои руки наверное привыкла что и здесь кормят простите животные ничего с собой нет конечно белка не могла меня понять и продолжал просто сидеть ожидая угощения не стало даже несколько обидно что в кармане не завалялась даже крошки хлеба я поймал себя на мысли что стыжусь смотрите в глаза и пошел дальше после нескольких минут путани я вышел к умывальникам получается что и в лесу его нет по крайней мере ближайших окрестностях идти дальше вопросу смешно страшно я подошел к умывальникам снял рубашку решил немного полоснуться так как довольно сильно вспотел однако это оказалось не так просто раковину залезть явно не получится а тут нет даже ковшика рук сзади послышали шаги я обернулся по дорожке мою сторону шел электроник шурика искал да а ты и я слушай ты же лучше знаешь куда он мог пойти не имею ни малейшего понятия расстроенно ответил он да уж просто я не очень понимаю зачем разводить такую панику он же он был с тобой в домике то есть его нет совсем недолго может погулять пошел ты просто не знаешь шурика сказал электроник взволнованно он франатик своего тела робототехника гибернетика это его жизнь таких людей один на миллион нет на миллиард его талант не знает границы я схищаюсь ким это стальной человек не даже победитовый в эту минуту он был похож на гитлера читающий речь перед многотысячной толпой что-то вот сейчас вот я читал про этот момент наверное просто я выучил наверно все диска все бесконечное лето и я опять вспомнил модификацию бесконечный гитлер там где гитлер попадает в совенок в период как раз от поисков шурика типа мы типа от роли фюрера играем то есть молодого фюрера играем то есть бесконечное лето не знаю буду проходить или не буду не знаю да и жестикуляция соответствовала их дварен гиббидиффен джерманен назин вальвендранс или как там как там ладно и что с как это что ты не понимаешь нет он все понимаешь все свободное время проводит нашем клубе то есть вот так просто попасть для него странно конечно электроник кажется немного успокоился ладно он пристально посмотрел на меня это собираешься да не то чтобы просто полоснуться а то жарко я вот тоже он огляделся их жаль ни ведра ни ковшик нет ни еще облиться это я уже заметил тогда сделаем так сейчас минуточку просто честно только что ужинал сюда от конфеты то есть из-за конфеты попало он подошел к умальником и потянул один из кранов моему удивлению его носик поднялся и вода лилась уже не в раковину а почти под прямым углом так можно было вполне помыться как там смотрю мультик экипаж там где этим танкисты нашли им снаряд ну как бы в виде то есть волшебную лампу в виде снаряда из-за того что не втюрились в джиниху они случайно этот снаряд зарядили и стрельнули в танк и снаряд попал к девушкам танкисткам и там они загадали то чтобы у них там стриптизер был в башне ну в танке вообще и маниганы в придачу это вообще полный тираж я еще изначально думал что это мультики от того же доктора гнуса который который очень любит при помощи через ассистенток мучить расходников электроне же тем временем снял рубашку а затем присел и кажется спустил шорты точно сказать не мог так как он по пояс был за у вас крыт за умывальниками он направил струю на себя начал напевать себе поднос чисто-чисто моем трубочиста я оставил в полнейшем шоке не знаю что и думать похоже на это он это заметил сейчас помоюсь и тебе на место уступлю меня аж передернуло да нет знаешь я вспомнил что мне еще и дела мне пора при всех странностях электроника таких наклонностей я за ним не замечал ты чего такой жаркий день помыться под холодной водой самое лучшее удовольствие не 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 так не пойдет и вообще мне пора уже я быстро надел рубашку бежал обратно в лес интересно что это на него так нашло так ну теперь идем к своему домику я не хочу связываться с алисой не хочу связываться с мику и тем более мы когда в предыдущем вроде как раз проходили это это был был было гарантии что типа чтобы мы вышли на нужную то есть а когда мы проходили хорошую концовку семена это было как бы подстраховкой гарантии того что мы не попадем на другие какие-то руты но все же это глупая затея если бы шурик прятался где-то в лагере его наверняка давно нашли если он конечно сам этого захотел бы так что вряд ли мне удастся чем-то им помочь с этими мыслями зашел домик и развалился на кровати если меня здесь не найдет ольга дмитриевна ничего хорошего не будет впрочем это уже не чересчур твоя дрожащие или право имею да и делать мне ничего не хотелось день сегодня как и все прошлые был жаркий так что оставалось только лежать и ждать обеда я уже был задремал как дверь постучали войдите на пороге стояла славя а ольга дмитриевна нет нет а ты что здесь делаешь спросила она с некоторым недоверием я глядел кровать себе ответил лежу это я вижу но я слышал что те орга дмитриевна поручила поручила искать шурика ну да и какой смысл он уже наверняка весь лагерь вверх но перевернула да и прошло не так много времени зачем панику разводить всякое бывает славя задумчиво посмотрел на меня вставай а это обязательно меня настолько разморелась что даже мысль о том что сейчас придется куда-то идти пугало да как бы то ни было славе отказывать нельзя я нехотя встал и вместе с ним вышел на улицу некоторое время просто стояли на пороге грелись в лучах летнего солнца я скорее же я с хотя я скорее жарился да как-то жарился тоже блин только что искупался куда пойдем на пыскать везде отличная идея просто отличная это как там то что вы сказали то что вы сказали это одна из самых идиотских мыслей которую я слышал за последние несколько лет или как там первым пунктом нашего маршрута была библиотека славя подошла к жене сидевший за столом о чем-то с ней заговорила я бы блин я вспомнил момент где мы там по как-то случайно я на него нарывался типа как там семён проследовал за электроником и типа выяснил что он втюрился в женю вот если бы пропал бы электроник то же не было наверняка бы начала его наверно оправдывать хотя это нет 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 она же его отшивает не знаю если бы ну а если бы жене ну то есть мы еще это замечаем каждый раз когда семён спрашивает столовой электроника кого бы ты пригласил на на бал ну на дискотеку он так говорит как будто бы знает кого но смущается об этом сказать славя подошла к жене сидевший за столом и о чем-то с ней заговорила я же просто стоял в дверях и ждал лишний раз общаться с местной библиотекарь что мне не было ни малейшего никакого желания через пару минут славя вернулась ко мне и как нет она покачала головой отчего собственно можно было ожидать столовая до обеда осталось еще порядком времени так что не стоило ждать здесь привычной толпы пионеров внутри было все так же пусто как и снаружи пока славя разговаривал с поварихами я сидел и крутил руках солонку немного соли высплываюсь на стол если бы я верил в приметы то наверняка бы расстроился как ни странно его казалось не оказалось и здесь было бы удивительно если бы она нашла его скажем в холодильнике расчлененного хотя кстати возможно а кстати я же вам рассказывал что есть модификации типа и стоит то есть вот прохождение но бесконечного лета от лица алиса от лица лены оригиналка есть еще модификация не крут от лица лены то есть мы будем то есть мы мы можем в этой модификации увидеть что сделала лена вот с остальными там обитателями ну по крайней мере что сделал со славей ну то есть как она ее убила как убила алису как там она всех там порешала грубо говоря и как ее порешал семен дальше по плану шоу медпункт внутрь я решил не заходить подождал славю снаружи что он стесняется что ввел ему клизму шуль поставит результатов никаких на спортивной площадке пионеры играли футбол шульку затеряться среди них было бы проблематично наконец мы подошли к зданию кружков ты считаешь что он может быть тут мне кажется это первое место где его стоило было искать зайдем внутри никого не было славя открыл дверь соседнюю комнату и зашла я последовал за ней все это казалось мне очень глупой затеей ну да как он в так как шурик в таких шкафах то спрятится и спрячется ну максимум там за шторкой может быть или где там я там ну в каком-то шее ну может быть в шкафу конечно прятался какой-то это полный тупизм все это казалось мне глупой затеей тем более странно было то что инициатива исходила от слави нет я понимаю ответственность там и все дела очевидно же что его нет в лагере в конце концов не играет же он с нами в прятки и здесь нет а чё ты ожидала что он в шкафу сидит ну кажется я ее обидел извини извини просто серьезно я понимаю но надо ведь проверить все варианты слушай а ты-то что думаешь насчет исчезновения шурика да может быть он гулял в лесу его там поймал леший она рассмеялась неправдоподобно как то впрочем в этом лагере что угодно может быть может быть правдой на наверно сейчас не время для шуток не грусти айдется он надеюсь слава улыбнулась ладно мне еще кое-какие дела увидимся она ушла и еще некоторое время стоял разглядывал кладовку крошка кибернетиков на обед я шел со смешанными чувствами выполненного долга и бесцельно по бесцельности последних нескольких часов а вот не понимаю почему вот вот сейчас вот черный экран вот такие моменты где он говорил кто шагает дружный ряд пионерский наш отряд мы поставили бы не знаю там повторяющийся справит ну то есть иллюстрацию типа семен идет столовой что-то в дамбуке за спины или шо там что-то запрещенное на обед я совершился смешанными чувствами выполнен долгой бесцельности про последних нескольких часов столовая была битком осталось остаться незамеченным не получилось меня окликнул ольга дмитриевна семена семена иди к нам вся компаж компашка элиты совенка ну смотря в каком направлении хотя если если в плане ответственности то да за четырехместным столом сидела вожатая славя электроника я кивнул головой отправился за обедом в этот раз мне пришлось несколько минут постоять в очереди сегодняшнее меню мало чем отличалось от меню предыдущих дней по крайней мере по внешнему виду блюд когда я сел за стол и пожелал всем приятного аппетита ольга дмитриевна сказала ну что вы думаете о чем а шурики уже обеда и вовсе нет я подметил пушил пушкинскую рифму но не стал акцентировать на этом внимание мы обыскали весь лагерь а я обошел весь окрестный лес ольга дмитриевна посмотрела на меня и я помогал надо звонить милицию у нее блин ольга дмитриевна такие блин глаза что типа как будто бы она замочила шурика и семен говорит что типа надо звонить милицию такая что милицию может быть хотя бы до вечера подождем для него заметил я домой он поехал например не может быть шурик живет отсюда в тысячах километров но так на поезде на ближайшей станции она замолчала далеко а вот это уже было интереснее как только разговор заходил о том как выбраться из совенка все это все местные обитатели сразу же пытаю пытаются сменить тему далеко это сколько это много вожата посмотрел на меня так что по ее виду можно было понять что дальнейший раз про дальнейшие распросы неуместны значит надо идти в глубже лес может он заблудился у шурика всегда с собой компас но я не знаю просто у него там вроде бы на руке что-то я думаю что это часы вроде я не понимаю то ли часы то ли компас у него на руке вроде бы часы не знаю вмешался в разговор электроник интересно что еще можно найти в его чудо жилетки если на него она у него вообще есть кстати а почему я тут часто вспомнил возле лагеря совенок есть два острова ближний остров ближний остров дальний а почему бы они интересно их проверили ну может там шурик типов решил позаниматься гребли что ли в этом духе интересно что еще можно найти его чудо жилетки если она у него вообще есть небо в компас вряд ли помог запутая в лесу и милицию милицию вечером хотя бы не немедленно ну до вечера я все замолчали еще далеко до вечера я в этом смысле если он правда пропал то нельзя медлить мы не можем пока этого знать ну а где он тогда где он слава же это была доля истины довольно странно так прятаться целый день зачем ему это вот так шурик пока все-таки шурик показался мне вполне серьезным пионером на такое поведение больше подошло бы к ульяне значит действительно были основания полагать что он пропал любом случае мы сделали все одно зависящее теперь остается только ждать славе электроник ольга дмитриевна грустно посмотрели на меня но ничего не сказали более на не знаю мне блин вот когда я смотрю на такую спрайт ольги дмитриевны мне бы и вправду и становится жалко то есть ну и мы просто если бы просто где-то да это брови такие изогнутые славе электроник ольга дмитриевна грустно посмотрели мне ничего не сказали закончив обедать я отнес под нос на стол сал грязной посуды вышел из столовой еще даже не вторая половина дня чем бы заняться лагерь словно отходил после обеденному сну только генда пристально смотрел на меня из-под очков конечно взгляд его был направлен на что-то другое но мне казалось что он следит именно за мной наверняка он знает куда пропал шурик так вот рассказать не сможет я задумался над исчезновением руководителя кибернетического кружка может быть оно тоже как-то связано с моей ситуацией о пионер елочка передо мной стояла медсестра я простительно посмотрел на нее посетил медпункте за меня мне нужно срочно отойти травму кого-то но мы-то знаем какая травма да знаю знаем я да ты вот ключи медсестра кинула мне ключи убежала почему именно я как будто больше некому что конкретно должен делать если что что-то случится но раз уж отказаться не успел то ничего не поделаешь я стоял перед дверью в нерешительности с одной стороны еще страшно посижу здесь полчасика она вернется ну а если же что кто-то действительно придет за помощью со сломанной ногой или с пробитой головой мне охватило нешуточное волнение наверное в этом лагере кроме садина и синяков никаких серьезных травм не бывает но в то же время не давал покоя мысль случись что я окажусь беспомощным ведь я даже не представляю как правильно делать искусственное дыхание мое внимание привлек журнал лет лежащий нами у медсестры на столе хороший способ от плечи наверное я тут вижу на столе и у медсестры компьютер ну да блин а еще деньги не завезли да это было бы круто типа дэнди еще есть и можно погонять во что-то часть минуточку а там вроде бы вроде бы рядом с вентилятором что-то то ли это какая-то печатная машинка тире факс и телефон не понимаю ольга дмитриевна говорила нету телефона оказывается он есть или это телефон между какими-то пунктами в лагере типа между то есть связь с самой ольга дмитриевны там не знаю что-то в этом духе не знаю хороший способ отвлечься наверное он назывался советская модница вот и месяцы здания нигде указаны не были впрочем ничего удивительного здесь случаются более странные вещи а про светские журналы я знал всего лишь чуть больше чем ничего может о них не печатали дату выпуска взгляд на своих страниц на меня смотрели модели разряжены в старомодные платья сейчас бы я так точно сейчас бы так точно не стали ходить успехнулся я усмехнулся интересно например слова считает это модно представляю что было бы если бы она надела нечто подобное появилась моему времени вот иду я с ним под ручку в своем пальто с капюшоном на голове она в пышном платье с рюшечками блин вот не понимаю почему как только слышу рюшечки мне постоянно ощущение вот пуговица с двумя дырочками или ассоциация со смешариком по имени нюша блин не знаю с рюшечками с хрюшечками получается я уже представлю славу моем мире вместе со мной и не только славу вот этот платье больше подойдет ульяне а вот это сарафанчик алисе а вот эта юбочка и кофточка ленья действительно если бы эти девочки были бы реальными видел их слышал их голос может даже при можно даже прикоснулся они все равно здесь а я про я просто не принадлежу этому месту она для меня чужое я просто жду возможности выбраться отсюда жду потому что от меня уже ничего не зависит я вздохнул положил голову на стол и задремал меня разбудил шум открывающейся двери на пороге стояла лена а медсестры нет тогда попозже зайду я за нее раз на меня возложена обязанность по лечению пионеров то где он подойти со всей ответственностью хотя на самом деле наверно просто боялся что изменя что-то из-за меня что-то случится а что сжалуйтесь я постарался как можно аккуратнее улыбнуться чтобы не спутить лену нет ничего такого голова немного болит просто сейчас исправим что-нибудь обезболивающее где какие лекарства лежат и конечно же не знал поэтому процесс поиска занял порядком времени нашел извините ребята я конечно не 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 сексисты не так далее но вот я сейчас вспомнил какая лена была в модификации про мику ну в руте с мику и я понимаю то есть и я себе представляю типа она говорит голова болит просто а семён такой сейчас исправим и на и чем-то тяжелом и окривает по башке типа он как бы в курсе что типа она чокнутая маньячка которая нож с собой таскает и типа сейчас исправим хлопысь и оглушает ее я протянул линии таблетку анальгина спасибо она улыбнулась это стало для меня неожиданностью и несколько выпал из реальности уставившись на нее что лина моментально смутилась слушай а вот интересно тебе понравилось бы такое не знаю что на меня нашло но я схватил со стола журнал и показал картинку где были нарисованы юбка и кофта который как мне показал больше как заказа мне показалось больше все опыт подошли бы ей может быть из-за мысли об этих девочках в реальном мире у меня окончательно помутился рассудок не семён не 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 помутил рассудок у тебя пому может помутниться только если ты пройдешь столько столько кругов сколько пионер может быть я хотел развлечься вместо того чтобы просто ждать возвращение медсестры а одеть ее в эту юбку и кофту типа ну давай девочка танцу танцуй она посмотрел на рисунок да наверно а сейчас это модно наверно она смутилась покраснела а почему ты спрашиваешь действительно почему так да просто так некоторое время мы молчали как голова лучше спасибо она улыбнулась я пойду удачи лена вышла я сел и принялся дальше листать журнал через некоторое время в дверь постучали это пункт что тут самопосещаемое место и внезапно представился медсестрой хотя скорее все медбратом и сказал войдите дверь открылась и на пороге стояла ульянка с каких-то пор стучишься а что нельзя она насупилась болит что-то а тебе с какой стать и рассказывать должна где медсестра перед тобой я вальяжно закинул то есть нет перед тобой я вальяжно закинул ногу на ногу попросильно посмотрел на нее тогда я пожалуй пойду лучше уж мере чем лечиться у тебя она хитро улыбнулась ты ведь даже не пробовала ульянка на мгновение задумалась хотя таблетку можешь и ты мне дать а что вас беспокоит она ответила не сразу тяжесть в животе а не пустота в голове пробовнился под нос чего еще сейчас поищу первом же ящике нашлась упаковка нож по спасибо вам доктор она весело улыбнулась смотря на ульянку никак не мог понять что как такой жизнерадостный активный ребенок может испытывать проблемы со здоровьем небось ворованных конфет объелась как там а банку с шоколадной пастой тоже да сажал она недавно посмотрел на меня нет все тебя оставила ульянка убежала хлопнув дверью наверное не стоило этого говорить да ну блин нахуй сука говорится но я вновь углубился в изучении советских модных тенденций время шло а медсестра так и не возвращалась поисках шурика и не участвовал разгадок своего положения не искал просто сидел и листал журнал на мгновение даже показалось что такая ситуация меня вполне устраивает конце концов пока что все происходящее можно считать чем-то вроде отдыха в летнем лагере если ничего не изменится ближайшее время тогда уж стоит и волноваться начинать дверь опять постучали сегодня эпидемия что ли какая-то на пороге стояла славя ой привет а медсестры нет привет нет я за нее хорошо мы мне бы у нас замялась что да нет ничего странно всегда такая открытая славя чем-то умалчивает если честно когда в последний раз ну в первый раз проходил у меня такое ощущение что она как-то связана с семеном и вроде то есть не семеном с юлий с юлей и я вот не знаю вот была теория что виола связаны с юлей потому что она типа удалилась из-за нее как бы славя она как как берримор таскает юли передачки наверное в качестве медикаментов и прочего не знаю странно всегда такая открытая славя чем-то умалчивает если что-то говори я сюда и посадили чтоб всех лечить а вот в истории вот я там рассказывал что типа я там мне понравилось смотреть контент от такой гру от такой группы ютуберов как ну косплееров ютуберов как дети рабочих которые косплеили ну заниматься косплеем косплеили как раз вот бесконечное лето и вот была такая история с ужастиками типа все эти персонажи свои ужастики рассказали и ульяна рассказала что типа что юля она связана как-то с виолой что она знакома что не знаю типа юля это творение рук виолы и даже вот и была еще одна какая-то фанатская теория что типа что как раз вот это вот тот самый бункер это лаборатория из которой юля сбежала вот и вот сейчас вот потом наверное у меня появилось такое ощущение что славя сейчас вот замешана как-то с юлей типа она носить передачки и укрывает ее от виолы я широко улыбнулся так нет то есть да но нет после этой фразы деление на ноль стала для меня реальностью но так чем могу помочь ты думаю ничем она улыбнулась и собралась уходить но вдруг остановилась хотя можешь выйти на минутку почему бы и нет хорошо я вышел из медпункта прислонился к стене интересно что она такое там делать что мне нельзя на это даже смотреть через минуту открылась дверь и вышла славя не в руках был какой-то небольшой пакетик так спрашиваем а что это такое ничего она покраснела извините спасибо тебе да не за что савел убежала кажется не стоило спрашивать я посмотрел на часы время уже прибежалось к вечеру журнал был прочитан вдоль поперек а медсестры так и не а медсестра так и не возвращалась вдруг дверь распахнулась и метнут вбежала алиса она пристально посмотрел на меня ты что здесь делаешь сижу честно признал признался я ну ладно так даже лучше что медсестры нет по промортала она заболела и хитро спросил я алиса не ответил и подошла ко мне подвинься зачем чтобы я ящик смогла открыть очевидно же зачем это она разозлилась те какое дело у меня тут вроде как исполняющие обязанности она задумалась дай мне тогда активированный уголь живот болит да и хитро усмехнулась она я почувствую что что-то здесь не так так не даем точно живот болит точно 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 что-то не похоже а что мне здесь разорвать должно было чтобы должно чтобы ты не поверил я не знаю что можно плохого сделать с активированным углем но уверен ты придумаешь она замялась а даже если так вот так и думал тогда тебе точно ничего не дам лис попыталась силы пролезть к ящикам но я как александр матросов закрыл грудью амбразуру при всей своей наглости она все же была девочкой и теснить меня у нее никак не получалось ну ладно другом месте найду она развернулась направилась к выходу в дырях алиса остановилась и обернулась кстати там вожатая с медсестрой пионера несут который ногу сломал мне конечно все равно но и наверное тяжело так идти и поверил я сам посмотри казалось что лиса врет но с другой стороны пока она у меня на глазах я подошел к двери выглянул на улицу там никого не казалось ну и где не дошли значит еще она развела руками счастлива я вернулся к столу и только тогда обнаружил что один из ящиков открыт как же она так успела все на секунду отвернулся впрочем что можно может про выйти из активирована угля угля до ужина осталось минут пятнадцать а миссис тра еще не возвращалась наверно вот так вот уходить не дело все же на меня попросила да и мало ли что случится когда уйду хотя кому понадобится отсюда что-то воровать разве что алисе активированный уголь я вновь открыл журнал и принялся листать его по энному кругу мод 80-х уже не так забавляла как вначале несколько раз на меня накатывала зевота на часах было уже шесть а значит уже начался конечно надо до конца нести службу не покидать пост ни при каких обстоятельствах но у моего желудка похоже на этот счет существовало особое мнение я встал уверенно направился к выходу за дверью послышался какой-то шорох неужели опять кто-то отравился сломал руку и еще что похуже я тяжело вздохнул и дернул за ручку однако осторожно никого не было похоже просто показалось я вернулся внутрь и тут же заметил что метки что-то изменилось а точнее на столе появилась яблоко но откуда не могут же фрукты сами собой материализовываться из воздуха хотя в этом лагере возможно все скорее всего его кто-то сюда сюда принес сюда принес возможно ли я на в качестве благодарности ведь она такая стеснительная и но подождите как же она вот так вот прошла мимо меня не станет же лена лезть по окно в конце концов значит здесь что-то другое я внезапно охватил страх а вдруг это яблоко отравленное хотя зачем эти на такие ухищрения когда здесь совершенно беспомощен убить меня можно гораздо проще или это яблоко которое вкусила ева в саду эдема то мне точно его не стоит есть ту же секунду живот напомнил о себе предательски завурчав впрочем пока я закрою пункт пока дойду до столовой пока возьму еду стенки желудка буквально прилипали к позвоночнику наверное ничего страшного я еще раз попытался вспомнить не лежало ли это фрукты это яблоко здесь раньше конце концов откуда-то оно взялось или может быть залетело в окно и действительно ставня была немного приоткрыта ну не тут скорее всего не ставня а просто окно потому что чё-то ладно значит это все-таки кто-то сюда положил получается ничего страшного нет хотя так мы должны съесть яблоко чувство голода все-таки взяло вверх я с аппетитом принялся грызть спелое зеленое яблоко на вкус он оказалось вполне обычным впрочем не думаю что здесь самое что даже самый сильный яд может вот так вот почу можно вот так вот почувствовать хотя что уж сейчас говорить пора было выдвигаться на ужин по дороге меня догнал электроник как поиски шурика да все так же ты не расстраивайся найдется он я пытался как подбодрить его уже столько времени прошло пойду искать дальше а как же ужин это важнее глубокомысленные зреконы на перекрестке наши дороги разошлись я пожелал вам удачи виктор цой в дверях столовой толпе толпились пионеры я ускорил шаг чтоб хотя бы сегодня оказаться не последним и мне повезло в дальнем углу осталось полностью свободный столик я быстро взял иду и сел сегодня на ужин давали фруктовый суп и несколько булочек ну я вам рассказывал уже эту историю про фруктовый суп с клецками которые готовил во время карантии во время первой волны такой набор блюд не весьма удивило после дегустации даже порадовал я принялся сосредоточенно есть не на давай сюда смотри целых три стула передо мной стояли лена и мику тут свободно поинтересовалась лена насадить лучше было конечно она была одна спасибо только успел сказать лена как у нее из-за спины по его и жене я сяду тут больше никуда не дождавшись моего ответа на поставил поднос на стол и села конечно располагайтесь грустно пропручал себе поднос что ничего честно говоря был бы с удовольствием сократил эту компанию до одной лены но в то же время ни мику ни жени не доставляли мне каких-то особых проблем одна разве что слишком говорливая слишком другая мнительная вот а вот в модификации одержимая ребят мы сократим компанию до одной лишь мику если конечно не удастся по поиграть в эту модификацию потому что что-то у меня на планшете память начала барахлить вроде бы все вроде бы чищу там вот памятью планшета все нормально надеюсь на какую-то там модификацию там хватит если что буду переустанавливать тем более все равно до конца все это прошел были конечно мысль мне сейчас попутно модификации то что мы имеем уже в итоге начать проходить но не решился типа вдруг у меня блин игра там будет глючить как в тот раз ладно но все равно они не обе абсолютно безвредны по сравнению с некоторыми ой я ключ кажется забыла ничего страшного возьми мой я даже удивился что мику ограничиваю с такой короткой фразой а вы вместе живете да конечно ты не знал вместе наш домик самый крайний то есть самый дальний от столовой то есть самый последний я бы не удивился если бы узнал что лена живет со славей же не на ходу и конец да хоть с электроником но молчаливая и застенчивая лена и не в меру самоохотливая мику да это сюрприз нашли своего шурика странно что же они вообще волную чужие проблемы нет него с деревни убежал сигаретами или за водкой она фыркнула в деревню в сотые секунды разговор начал живу начал живым не интересовать да что такого же не сделал удивленное лицо значит здесь есть поблизости деревня наверное сказал она неуверенно я посмотрел на лену и мику но не были заняты едой не обращали внимание на наш разговор то есть ты точно не знаешь да какое мне дело же они уставили себе в тарелку но здесь же должно быть какие-то населенные пункты поблизости слушай слушаю нет не знаю я дай спокойно поесть похоже больше ничего не добиться я может она и правда не знает все оставшиеся время пришлось слушать как мику говорит о каких-то мол значительных вещах и тихо сходить с ума блин не знаю только какой-то мику мику фан не знаю скорее всего мику фан вообще вокалоид фан так что выйдя на улицу вздохнулся облегчением солнце уже садилось может немного прогуляться на сам найду кого-то занятие на вечер а так может что интересное подвернется подойдя к площади услышал сильный хлопок похоже что взорвалось меня словно парализовало я нахожусь во враждебной среде неизвестно что там и как лучше убежать но в то же времени интересно наверное я бы и так стоял здесь если бы что кто-то не схватил меня за руку это была ольга дмитриевна чё стоишь пойдем разберемся что там произошло а без меня никак с жалобно взмолился я то ничего страшного не должно быть по идее блин я каждый раз угораю с такого выражения лица ольги дмитриевны когда мы вышли на площадь там уже столпились пионеры ольга дмитриевна решительно на сталкивала расталкивая всех подошла к месту преступления судя по всему взорвали генду но злоумышленников ничего не вышло памятник устоял лишь на пьедестале были видны еле заметные следы копоти ну и кто это сделал она глядела толпу пионеров понятно что это не был террористический как совершенный группы лиц по предварительному сговору они все просто пришли сюда посмотреть что произошло толпе я видел ульяну и алису похоже заметила их и вожата вы двое ко мне они запротестовали но все же подошли а что сразу я если вы считаете давачевская покажи-ка руки а что с ними это я приглядел все видео что у руки алисы умазаны измазаны чем-то черным теперь понятно еще бомбу делала юная террористка кажется задумалась сознаваться или нет но потом города выпалило активированный оголь селитра и серы стоп уголь уголь который она украла из медпункта и почему и на памятник чем тебе помешал уважаемый заслуженный человек поряд за права я не знаю сколько бы она еще продолжала читывать алису на на площадь убежал электроник и закричал ребят конечно понимаю что такой момент но пожалуй над завершить я хочу завершить серию типа всем спасибо за внимание всем удачи всем пока конец связи вот там